Там, кстати говоря, была еще и уморительная пленка, да, как Соловьев с веревкой на руке плавает в проруби и истошно при этом крестится, тряся жирненькими телесами. И ты посмотрела, как он отреагировал, бедолага, нет? Конечно, конечно. Он потрясающе отреагировал, он ведь устроил целую истерику по поводу того, что эта веревка, которая у него была привязана к руке, это его способ связи с Богом. А я потерял всякую связь с Богом, будучи бездуховной тварью, пропавшей вообще для человечества, я потерял. И это мне, знаете, как обидно было? Это я-то, это я-то потерял связь, да я, можно сказать, первый в своей жизни эксперимент, первое научное открытие мне удалось сделать, когда мне было еще очень мало лет. И первое мое научное открытие, я после этого, кстати, зарекся, я понял, что я могу очень далеко зайти, я тогда вычислил ДНК Иисуса Христа, это нетрудно, элементарно абсолютно. Существует такая вещь, как догмат, да, то есть вот булка с когором, которая находится в потере, после того, как над ней пропоют несколько песенок попы и походят вокруг, она превращается в мясо Бога, в мясо Иисуса Христа. Следовательно, для того, чтобы узнать ДНК этого товарища, я воспользовался пьянством местного попа и набрал, по-моему, целую майонезную баночку непосредственно плоти и крови их Бога. И решил, что я сейчас вычислю ДНК. На самом деле, ты знаешь, вообще, вот извлечь ДНК из любого продукта, можно даже в домашних условиях, это довольно просто, там ничего, кроме фейри, изопропилового спирта. Нет, это действительно реально, просто я извлек, но затем надо было исследовать его и сопоставить. Исследовали его, конечно, мне и мои генетики, друзья, а потом мы сопоставили. И выяснили, что вот единственное, с чем полностью на 100% совпадает ДНК Иисуса Христа, это ДНК пшеницы, дрожжей. И тогда я сделал вывод, да, действительно, Иисус существовал, но он был батоном. Никакого другого объяснения у меня на тот момент просто вот по научным моим изысканиям не возникло. Потом, смотри... Я считаю, что Соловьев должен взять свои слова назад по поводу бездуховности и безбравственности. Конечно, конечно. Конечно!